Ход номер 5. Первый игрок Джо Даймонд получает 2 доллара благодаря карте гонорара. Бросаем кость и надеемся, что у нас не будет единичка. У нас нет единички, это хорошо. Далее, 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 что мы сделаем? Так, Винсент Ли у нас остается в локации, так как он пропускает. А так, так как он остается здесь на следующий ход. Ну, давайте перевернем его, чтобы знать, что со следующего ухода он сможет уже двигаться. Далее, Джо Даймонд у нас пойдет. Раз, два, три, четыре. В дома. Где он благополучно сбросит 5 улик, чтобы предотвратить карту слуха. Подтверждение слуха. Вот, пять улик сброшено. Карту сбрасываем полностью из игры. Вот, куда мне ставить сброшенные карты. Ну, давайте сюда рядом с безумцами и желтыми знаками. Так, каждый из сыщиков получает 5 долларов в качестве награды. Боже, что мы додали бы лучше какие-то предметы, а не доллары, сволочи. Так, значит, твои 5 долларов становятся 10, а у тебя уже 17. 17 долларов. Почему на доллары нельзя покупать улики? Да, знаю, что там есть личная история торговца, который может за 3 доллара за раз в течение хода покупать улики. Но мы играем без личных историй. До личных историй еще ужас кингспорта. Черная коза, не козел, а коза. Чащок и... Ну, и тогда уже будет ужас кингспорту. Так, что же нам делать дальше? А дальше карты контактов. Давайте-ка начнем с Джо. Дома. Последний... Ой, с базовой игры? Ничего себе, такой шикарный контакт из базовой игры. Последний гость, который был в вашей комнате, уходил в спешки и оставил что-то после себя. Вытащите одну уникальную вещь. Ну, класс. Вот уникальные вещи, я согласен. Ох, и опять это будет какая-нибудь чухня. Safe to the king. Сохранная банковская ячейка. Потратьте один пункт движения и сбросьте эту карту, когда будете в банке Архаму, чтобы пройти проверку удачи с модификатором минус 2. Если вы ее проходите, вытягиваете одну уникальную вещь. Если не проходите, получаете 2 улики. Понятно. Чтобы получить 2 улики, мы должны поставить значение удачи на 2 и добраться до банка Архам. Так, так и сделаем. Но мы передадим эту карту Винсенту Ли. Да. Мы ее передадим Винсенту Ли. Ох, а теперь надо как-то перемешать эту колоду. Конечно, вероятность 1.18, что выпадет та же карта, но вероятность есть вероятность, ее не надо исключать. Пауза, перемешиваю, старт. Колоду перемешали, вытягиваем верхнюю карту контакта. Так, из Данвича, научное здание. Ого, вы вступаете в затемненную лабораторию, и монстр появляется такой у вас. Какой креативный контакт, ну боже ж ты мой. У них закончились по ходу идеи. Да, лучше было бы быть в библиотеке. Да, но для этого нам был нужен Накрономикон. Так, монстр. Винсент, будешь биться. Точнее, ты не будешь биться, ты опять у нас окажешься в больничке, естественно. Какой из тебя боец с нулевым показателем, и у тебя нет даже ничего такого боевого. Ладно, надеюсь, хоть монстр будет крутой. Ааа, нет, это у нас маньяк. У тебя даже есть какой-то мизерный шанс его победить. Ну давай посмотрим. Проверки ужаса нету, и плюс один. Вот будет смешно, если он его побьет. Какой-то несчастный доктор побил маньяка с топором. Нет, не побил. Одна единица здоровья. Ну, елки-палки. И придется, получается, пять раз бросать. Ох. Опять не побил. Еще одна единица здоровья. О, теперь побил. И у тебя есть трофей. Молодец. И, конечно же, наша любимая фаза мифа. Опять из короля в шелтом. Портал на неизведанном острове. Надеюсь, это будет портал бездну. Это уже надоело ждать. А куда уходит улика? А улика уходит в научное здание. Так, и ищем у нас портал. Вот он тут. Это как раз бездну. Боже ж ты мой, да я провидец. Вы заметили? Он вот так вот лежал. Я не специально его выбрал. Так, ну и монстрик. Если у нас будет косая черта, треугольник, звездочка. Шестиугольник, то он передвинется. Я не смотрю. Так, и это у нас шогут. Шогут двигается? Нет, шогут не двигается. И это у нас карта среды городская. Ничего себе. У их голов находятся дырки. Прямо на верхушке. Их черепа пусты. И это единственная вещь, которую жертвы убийства имеют в общем. Зловещие. Летающая крутость летающих монстров возрастает на два. Ну, и сложность боя с летающими монстрами возрастает на два. Я буду переводить Тафнос как крутость. И они получают способность подавления один. Так, и снимаем жетон активности, конечно же. И на этом пятый ход заканчивается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...